Коллеги, здравствуйте! Не переключайтесь, здесь будет интересно. Рядом со мной спикер нашей деловой сессии, Андрей Матвеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Сессия закончилась, была интересной. Давайте расскажем, что это было, какие темы поднимались. Сессия была интересной. Сам не выступал, находился в пленарной. Обсуждали нынче самый модный отечественный продукт на базе 1С, которые в текущих реалиях стали более востребованы, чем были до этого. И вокруг этого была построена вся сессия, в которой я участвовал. Скажите, получается 1С крупно представлена в разных отраслях и в разных сегментах этих отраслей. Получается, сейчас были представлены какие-то новые продукты, которых доселе не было, которые импортозамещают какие-то западные разработки, или просто эти конкурентные моменты уже были, просто были лучше представлены сегодня для того, чтобы люди могли ими пользоваться? Нет, по большому счету у 1С развитие их было, есть и будет, я надеюсь, независимо от происходящих вокруг обстоятельств. Продукты были, есть. Эти продукты могут выполнять практически любую функцию, которую бизнес закладывает в них. Сейчас 1С подсвечила какие-то продукты, которые с их точки зрения знают не все. Сделался акцент на шине данных, которая у них появилась, 1С аналитика, как раз которые сейчас могут быть более востребованы с учетом того, что часть продуктов западных вендоров рынок либо покинули, либо по ним остались сложности с их покупкой, развитием или приобретением новых лицензий, расширением. Расскажите, может быть, на этой сессии для вас было что-то новое, что-то интересное, что вы вот почерпнули? Ну, прямо сказать, что новое, наверное, нет, потому что все равно, поскольку наша компания работает на стеке 1С, мы, конечно, отслеживаем те продукты, которые у 1С есть. Скорее было интересно послушать, посмотреть про те проекты внедрения, в которых участвует 1С непосредственно, являясь не только вендором, но и участником внедрений. Это было, да, интересно, познавательно, несколько мыслей себе на подкорку записал, внутри компании обсудим. Это замечательно, все, значит, не зря. И, наверное, тогда ваши какие-то напутственные слова всем игрокам рынка, может быть, IT-сектору в частности? Если есть возможность, надо сейчас дождаться следующей равновесной ситуации, когда все устаканится, станет понятно с поставками того же оборудования, с которым сейчас есть определенные сложности с поставкой лицензий. Этот период надо дождаться получить его и жить уже в новых реалиях, не паниковать. Все будет хорошо. Замечательно, все будет хорошо, друзья. Надо работать и с улыбкой, принимать каждый день, все будет здорово. Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. 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 Спасибо.